Неприязнь к чтению, мне кажется, это из-за того, что в школе я хорошо училась, очень хорошо, и меня заставляли, вот, ну, раньше нас всех так воспитывали, меня заставляли читать, заставляли, там, допустим, если я получила плохую отметку, учить параграфы наизусть, мне кажется, у меня вот эта неприязнь с детства, я вот, прям, не могу начать читать что-то. Или начинаю читать, сразу засыпаю, вот, хотя надо, у меня такая профессия, что можно оттупить совсем, деградировать, да, Каспер, у тебя хозяйка-то тупа. Что-то никто больше не пишет. Постригла, кстати, я волосы, и сразу такая легкость в голове. Может, конечно, это самовнушение, но прям я довольна. А я люблю читать только, когда все хорошо, настроение. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Вот, давайте я вам еще что-нибудь полезное расскажу, что вам интересно. Вот, прямо на все вопросы сейчас отвечу, честно. Вот, и все, и пойду, пойду я. Купи аудиокнигу, не парься, прибирайся и слушай. А вот это классный процесс, я просто ни разу не пробовала. Я как-то, когда училась в универе, слушала аудиоуроки там по-французскому. Нет, что-то не зашло. О, интересно, с аудиокнигой может зайдет. Диака, как отрастить волосы. Вот, я такая деловая сижу с волосами, на самом деле это нелегкий процесс. Тут главное терпение. Есть такие моменты, особенно когда волосы дорастают до плеч. Не хватает терпения, хочется их отрезать. Я вас хорошо понимаю. Еще есть такие периоды, что кажется, будто волосы не растут. Все они растут. Вот. Главное, не знаю, забить что ли. Вот просто набраться терпения и растить их. Не трогать, не стричь. Сечку не обязательно отрезать каждый месяц. Это все бред собачий. Я вон раз в год вообще стригусь. То есть волосы растут от корня, 10 сантиметров от корня головы. Это живое волокно, все остальное мертвое. Поэтому не обязательно подстригать сечку, убирать ее. Часто. Раз. Два. И это истинно. Пейте омегу-3. Не только для волос, а вообще в принципе для хорошего самочувствия, для вашего здоровья. Омегу-3. И никакую дешевую аптечную за 40 рублей. А хорошую. Дальше. Постарайтесь как можно меньше красить свои волосы. Я уверена, что ваш естественный родной цвет намного привлекательнее крашенных волос. Также убирайте все нагревательные приборы, утюжки, плойки, выпрямители. Постарайтесь поменьше пользоваться ими хотя бы не каждый день. Голову нужно мыть по мере необходимости. У головы нет никакого расписания. Не у головы, а у волос. То есть грязная голова мойте. Не нужно там терпеть ее как-то, перестраивать. Все это бред собачий. Грязная голова мойте. Не грязная не мойте. После мытья головы шампунем обязательно используйте либо кондиционер, либо бальзам. Любой вообще, неважно какой. А, и мажьте кончики любым маслом для волос. Эти масла для волос не утяжеляют волосы, они их не жирнят. Но концы у вас будут такими несухими, здоровыми, красивыми. И все, и терпите. У меня быстро начали расти волосы. Они не начали расти. Я начала это замечать. Когда я нарастила волосы, и было видно, сколько отрастает. На самом деле, они до этого росли. Просто тут я могла это отследить. И все, мне понравился этот процесс. Я просто перестала стричься. Терпела, терпела. И, наконец-таки, отрастила волосы. Раньше я, господи, что только не делала. Я хотела все время отрастить волосы. То я их покрашу. То я их обесвечу. То я себе затылок выбрию. То еще раз, что я себе выбрю. То у меня захочется крутую стрижку. Я обстригу их. Причем, что мне это было несложно сделать. Так как у меня мама парикмахер. Вот. То есть, для меня какая-нибудь прическа, стрижка, покраска была всегда в легкой доступности. Поэтому не было у меня длинных волос. У меня были только нарощенные волосы. И все. Вот это, наверное, последние года два, когда я смогла отрастить волосы. Вот. А сейчас я вот прям... Это мое достоинство. Я люблю свои волосы. Я хочу их еще длиннее. Я буду ухаживать за ними. У меня, кстати, после того, как я начала пить омегу, у меня изменилась структура волос. То есть, они стали такими более плотными, тяжелыми, не пористыми, не пушистыми. Такой хороший волос. Поэтому пейте витамины, ухаживайте. Все будет круто. Привет, привет. У меня с книгами так же. Я засыпаю. Но аудио отлично воспринимаю. Надо попробовать. Спасибо за совет. Да, Каспер. Будем сегодня слушать книжку. Нет. Мы будем грызть мамины платья. Помните, у меня платье такое длинное, шифоновое, зеленое было? Так вот этот вот хат, его все, весь позацеплял. Ужасный ребенок. Отдам тебе в детдом. Я думала, сейчас как посыпятся вопросы, чего, кого, кератин или ботокс, делала? Нет, никогда не делала, не буду делать. Я рекламировала как-то их. Но, честно, я ничего не делала. Единственное, что я делала где-то полгода назад, я красила волосы, их тонировала. Потому что у меня такой был, у меня пигмент волос рыжий. То есть они у меня русые, но в какие-то периоды года они у меня рыжеют. Прям я тонировалась. Но это как бы не сильно заметно. Вот. И хорошей краской тонировалась. Не по летам. Может быть, посмотрите, как они блестят у меня. Ну что? Да, согласна. У меня, кстати, мать парикмахера, она тоже не делает эти процедуры. Потому что если вы начинаете делать эти процедуры, без них ваши волосы уже не будут такими блестящими, красивыми, живыми. То есть вам нужно будет постоянно делать эти процедуры. Да, так и зарабатывают девочки, которые делают ботокс, кератин и так далее. То есть если вы прекратите делать ботокс, там, кератин, то ваши волосы потеряют живой блеск и будут себя вести безобразно. Поэтому я не рекомендую делать это. Как у нас такой глубокий взгляд, а? Каспер. Это ты что, так задумался, что ли? Каспер. Ты чего? Каспер. Каспер. Жапа мохнатая. Будет, как сопли, висеть, но зато красиво и блестящий, да, 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 согласна. Полностью с вами согласна. И Каспер тоже. Каспер, он кушает витамины, корм. Тоже у него, он шерстка, белая, блестящая. У меня голубоглазый блондин так-то. Да, давай пообщаемся с народом. Каспер, давай пообщаемся с народом. Каспер. Ну-ка, покажи, ну, ты маму любишь. Не любишь, маму. Все, уходи. Лежим, балуемся. Ладно, раз у вас нет вопросов, я с вами прощаюсь. Желаю вам отличной субботы. Отдыхните, как следует. Повеселитесь там за меня. Вот. Ну и все. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok